История Церкви 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 ко власти с помощью военной силы грубо говоря генералы становились императорами и вот так и таким одним из таких генералов был константин он сражался со своим соперником за трон и вот он поступил к стенам рима и думал как бы мне рим одолеть потому что рим очень сильно укрепленный город и его противником аксенте серьезные войска и вот когда он ходил и размышлял он увидел видение на небе он увидел крест и было ему вместе с этим видением сказано всем знаке побеждай и он подумал это то знамение которое принесет мне победу и он этот знак начертал заставил всех на щитах сделать этот знак на флагах и вот со знаком креста под под флагом креста он пошел на эту битву он был хитрым стратегом применил хитрость засаду там сделал и одолел своего противника выманил его за стены города и одержал победу и конечно же эту победу он приписал христианскому богу который дал ему это знамение и с тех пор он посвятил свою жизнь христу стал христианином и вот впервые в римской империи константин император римской империи становится христианин а покажите вот картин покажите нам константина его скульптура так вот он выглядел и он был очень благодарен богу за то что нам дал ему эту победу потому потому что он получил то чего он очень желал он желал власти он желал быть императором и он начал церкви помогать он не просто прекратил гонение он дал верующим большие привилегии христианам и христианство вдруг из запрещенной религии она была вне закона становится легальной и он издает эдикт такой указ в котором было сказано что теперь христианство узаконено и объявил свободу вероисповедания исповедания чудесно свобода христиане ликовали наконец-то гонения прекратились они могут небоязненно собираться повсюду потому что не приходилось прятаться и в пещерах в катакомбах где-то в лесах собираться но были разные периоды и у некоторых были молитвенные дома но они знали теперь им не надо прятаться теперь им не нужно рыбку рисовать как знак такой тайный знак ты христианин к рыбку так ногой на песке нарисовал да я тоже христианин да все мы с тобой друзья и тайные знаки различные были теперь ничего этого не надо свобода и знаешь все люди все христиане восприняли это но как чудесное вмешательство бога и то чудесное событие которое просто теперь изменила их жизнь перевернула к лучшему их жизнь и вот константин объявляет воскресение выходным днем аллилуйя я вам скажу что воскресение выходной благодаря константину интересно что впоследствии по всему миру стало воскресение выходным днем для чего он это сделал для того чтобы христиане в этот день это был первый день недели раньше все работали в этот день но теперь это выходной и праздничный день чтобы христиане могли собираться и праздновать христа ну проводить богослужение для этого и вот он начал вот эти чудесные преобразования и благодаря тому что он сделал его стали считать великим лидером христианским подобным апостолу павлу согласитесь он совершил переворот христианской жизни переворот и вот константин он не только дал свободу церкви не только дал свободу христианам он поддерживая христианство даже старался улучшить ну потому что между разными группами верующих периодически возникали споры у него слышали об этом они собирались на соборы и до того спорили о христе отроется разных других делах до того спорили друг с другом что иногда даже дрались иногда даже скамейки шли в ход ну так вот так вот сильно спорили христиане друг с другом на этих соборах и вот константин он для того чтобы сохранить единство церкви начал как говорится разруливать эти вопросы говорит так давайте вас послушаем вас послушаем вот вы наверно более правы и он как-то стал поддерживать в этих спорах одну сторону или другую и все это он делал с благим намерением чтобы не было расколов чтобы было единство чтобы не было споров этих церковных для единства церкви на это дело вы знаете что раньше в римской империи когда она была еще языческой там существовал существовала коллегия жрецов были разные боги вы знаете пантеон римских богов слышали да об этом кто знает каких-нибудь римских богов юпитер марс но зевс это греческий юпитер у них они одинаковые боги названия только разные там нептун да ну знаете планеты все названы этими именами этих богов и вот разным богам поклонялись и была коллегия вот этих жрецов и был над ними самый главный жрец его называли понтификс максимус сделайте нам покажите название как это понтификс максимус то есть верховный понтифик вот эти жрецы назывались понтификами а это верховный понтифик то есть он был начальником над всеми жрецами в римской империи впоследствии когда императоры стали называть себя божественными они этот титул стали относить к себе то есть импер император римской империи считался понтификс максимус верховный понтифик главный жрец языческой религиозной системы главный жрец и и самое интересное что когда константин стал христианином это звание при нем и осталось то есть фактически он стал главой христианской церкви это уже интересный поворот согласитесь раньше не было единого главы церкви были независимые там у них были связи друг с другом но были по местной церкви там были лидеры свои но здесь вдруг появляется самый главный над всеми христианскими церквями и это римский император ну и церковь стала на него смотреть как на первосвященника фактически обращалась к нему для разрешения богословских споров для изменения в руководстве церкви он стал назначать лидеров церкви он стал созывать соборы церковные то есть возникает какой-то спор он а давайте-ка всех соберем порешаем он это делал то есть фактически лидер государства империи правитель империи стал правителем и в церкви впоследствии вот этот титул понтификс максимус на перешел кому как вы думаете ну когда уже не стала римский оператор к папе римскому то есть папа римский считается главой христианской церкви главой и посмотрим христиане получили свободу они очень рады они счастливы но они не замечают что постепенно происходят некие изменения в церкви такие изменения которые впоследствии церковь сделать совершенно другой у вас никогда не вот у меня раньше я вам скажу на задавался вопросом раньше когда еще не не знал о протестантских церквях не знал об евангельских христианах я читал евангелие для культурного своего просвещения не будучи еще возрожденным читал евангелие я знал только традиционной церкви я читаю евангелие смотрю на церковь думаю вот все что есть церкви евангелии нет а все что есть в евангелии в церкви нет ну это было мое поверхностное такое мнение у меня на как как к чего нет в евангелии откуда это взялось вот тогда как раз начались вот эти первые первые перемены покажите нам следующий слайд здесь изображен следующий император после константина его звали феодосий он пошел дальше он не просто поддерживал христианство не просто обеспечил ему свободу вероисповедания то есть при константине была свобода вероисповедания это что значит каждый верит во что хочет веришь в зевса или там в юпитера но и верь юпитера никто тебя не трогает веришь что там в артемиду да пожалуйста веришь христа о молодец ты наш и вот а феодосий он пошел дальше он стал выступать против язычества вы знаете что библия выступает против язычества так вот он и стал поддерживать церковь выступая против язычества только библия говорит что оружие воинствования нашего не плотские а духовные и оружие это слово которое освобождает людей от заблуждения но феодосий он же не проповедник он император он может как действовать указами и запретами они проповедью слова так он и действует он разрушает многие языческие храмы по его приказу конечно были разрушены некоторые из них передает церкви превращает их в церкви потом запрещает языческие жертвоприношения а а впоследствии и частное поклонение по домам то есть язычество в течение одного века четвертого века язычество становится вне закона точно так же как до этого вне закона было христианство и посмотрите какое интересно происходит переворот церковь изгонимой становится гонителем и язычество изгонителя становится гонимым как думаешь легко ли люди расстаются со своими убеждениями уверил вот он всегда поклонялся всегда ждал от этих богов всегда а тут говорят нельзя почему нельзя неправильно почему неправильно не объясняют вот правильный бог а это все неправильно запрещено и изменения продолжаются здесь все успею вам рассказать что я запланировал изменения продолжаются а еще при константине у церковь и появились церковное здание знаете раньше церковь не была привязана никакому зданию мы сами говорили об этом когда говорили ранее церкви люди собирались где хотели где люди собирались там и церковь где 3 2 3 соберутся во имя мое говорил иисус там я буду посередине там и церковь и поэтому денег не важно было где в катакомби собрались церковь в катакомбе в на дому у кого-то собрались церковь на дому христианина в лесу церковь лесу но константин желая помог помогать церкви он делает сначала первый большой подарок он подарил епископу римскому свой дворец покажите пожалуйста следующий слайд это латеранский дворец то есть он принадлежал императору и он его подарил епископу и впоследствии базилика которая была на территории этого дворца становится культовым сооружением то есть церковным зданием здание предназначенным для богослужения впервые появляется вот такое такое здание так такие культовые сооружения и при поддержке императора вот такие здания покажите следующее были построены по всей римской империи и все признают что вот здание типа базилика это первый образец христианской храмовой архитектуры то есть определи там определенная была планировка внутри определенное место для проповедника апсида она называлась определенное место для прихожан все там было все было распределено и впоследствии иконостасом попались когда иконостасы было разделено место для священства священство уже особый класс они просто лидеры церкви а это и прихожане клир его называли все это впоследствии началось вот все с этого появились церковные здания и вот после этого появилось такое выражение сходить в церковь надо сходить церковь как можно пройти церковь мы есть церковь эти мы церковь мы не ходим в церковь а мы и есть церковь. Мы ходим на собрание церкови. Но сходить в церковь, это означает вот туда сходить, вот в это здание, посетить его. И это здание становится в последствии священным местом, где действует Господь. Мы с вами знаем, что Господь действует везде, где хочет. Но они стали считать, что именно здесь, именно в этом месте Господь действует особенно. И вместе с этими зданиями, многие храмы тоже были устроены язычески по этому принципу, вместе с этими зданиями появились и те формальные ритуалы, которые были в языческом поклонении. Это как курение лада, наношение свечей, все это было частью языческих ритуалов. Все это появилось и в церкви. Появилась литургия, это записанная форма богослужения. То есть порядок богослужения, который должен быть именно таким и никаким другим. Формальная церемония наподобие тех, что было в язычестве. Много можно об этом говорить, но нам нужно идти дальше. И давайте следующий слайд. Посмотрите, что происходит. До Константина у церкви было четкое понимание, что вот есть Царство Божие и Царь Иисус, и это Царство, что? Не от этого мира. Да? И мир доказывал, гоняя церковь. Иисус говорил, меня гнали, будут гнать и вас. Это признак того, что вы Божий народ. И вот, и они, все было понятно. Они Божий народ, они не от этого мира, этот мир их гонит. Есть Царство земное, есть Царство небесное. Все было ясно. А теперь где враги? Их нет. Все друзья. Церковь свободна, церковь узаконена. И они, когда стали смотреть на Константина, как на верховного понтифика церкви, или, так скажем, на римского императора, то вот этот взгляд, что есть Царство небесное, есть Царство земное, он стал постепенно меняться. И римский император стал считаться представителем Бога на земле. Представителем Бога на земле. Историк христианский того времени, его звали Евсивий Кисарийский, он написал такую поэму, которая называлась «Похвала Константину». И вот, что он там написал. Слово Спаситель всей Вселенной правит небесами и землей и Царством небесным по воле Отца. Подобно этому наш император, которого он любит, ведет своих подданных к единому Слову и Спасителю и заставляет их соответствовать подданным его Царству. Ничего себе перемены, да? Теперь, если раньше мы следовали за Христом, то теперь мы должны следовать за императором, который является представителем Христа на земле. Впоследствии вот эту позицию переняли римские папы, те самые верховные понтифики, считая себя представителями Христа на земле. И все, что скажет римский папа, это Слово Божие. Вот все, что скажет, это Слово Божие. Потому что он не может ошибаться. Впоследствии будем говорить об этом. Выйдет доктрина о непогрешимости папы. Он никогда не ошибается. Слава Богу, что я могу про себя сказать, я ошибаюсь. Я надеюсь, любой христианин так может сказать. Но они считали, что верховный понтифик не ошибается. И вот таким образом император это подобие Иисуса Христа. Подобие Иисуса Христа. И после обращения Константина интересно, что основной доход церкви стал государственной субсидией и вкладой. То есть, если раньше церковь на что жила? На добровольное пожертвование. То теперь на государственные деньги. А вы знаете, что кто платит, тот что? И музыку заказывает. И так и произошло. Церковь оказалась под властью земной. Что дальше? После обращения Константина люди поняли, что если они хотят продвинуться по службе, получить хорошую должность, они не могут быть язычниками. Язычник не мог занять какую-то верховную должность. Обязательно только христианин. И поэтому большинство людей, которые хотели продвинуться в госслужбе, службе в армии, еще где-то, они становились христианами. Принимали христианство. Не Христа. Понимаете? А христианство. В результате вот этих перемен язычество под запретом, христианам привилегии. В церковь хлынул поток людей, новообращенных. Множество люди толпами пошли становиться христианами. И поэтому новые базилики строятся, новые базилики, новые христиане. Лидеров не хватает. Ну и неважно. Главное, что есть обряд, там по обряду все сделают и вперед. Хорошо. И большая часть вот этих людей пришли не по убеждениям веры, а просто из-за выгоды. Покажите нам следующий слайд. Итак, я говорил о том, что ранее церковь росла очень быстро. И посреди гонений там до 10% количество христиан дошло от населения империи. Но после Константина в начале 4 века церковь начала расти стремительно просто к концу 4 века то есть через век через 100 лет почти после обращения Константина количество христиан в империи достигло вдумайтесь в эту цифру 90% Какой тут апостол Павел со своей проповедью отдыхает Ты знаешь что Константина назвали равноапостольным то есть равный апостолам Я вам скажу что никому из апостолов не снился такой результат Многие переживают нам бы побольше людей в церкви пожалуйста 90% населения христиане ну называют себя христианами конечно же люди формально обращались в христианство в душе они оставались язычниками ну например римский епископ Лев Первый в середине 5 века ругал прихожан знаешь за что за то что они перед тем как войти в базилику Святого Петра для поклонения Христу поклоняются Солнцу пришли люди в церковь встали на пороге и солнышко поклонились а потом пошли поклонились Христу покажите нам следующий слайд вот вот это мозаика изображает Христа в виде Бога Гелиуса скачущего в колеснице по небу у них отождествился Христос с этим Богом с Богом Солнце отождествился то есть фактически они имя поменяли а в их душе он остался таким же таким же языческим Богом праздники в христианстве праздновали в основном еврейские праздники такие как праздник кущей Пасха хлебопреломления было и больше ничего но после легализации церкви многие языческие праздники к которым люди привыкли были переименованы на христианский лад ну к примеру такое точно так же произошло на Советском Союзе все празднуют Рождество а у нас в Советском Союзе Бога нет а люди привыкли елочку наряжать и что а вот вам Новый Год Новый Год праздную любимый праздник всех детей и взрослых до сих пор и мой любимый тоже подмена и вот такая же подмена произошла и тогда например 25 декабря это был праздник языческий праздник поклонения Солнцу считался он днем рождения Солнца 25 декабря день рождения Солнца перед этим праздновались такой праздник Сатурналии подарки друг другу люди дарили свечи зажигали и все вот эти традиции римских праздников Сатурналии и дня рождения Солнца они перекочевали христианство уже под названием Рождество Христово был день рождения Солнца стало Рождество Христово нет ничего страшного праздновать Рождество мы его празднуем вспоминая о рождении Христа но я для чего это говорю чтобы вы увидели какое влияние язычество оказало на чистую проповедь Евангелия какие перемены в нем стали происходить ну например воскресенье день христианского поклонения это выходной день назван был выходным днем Константин этот день назвал днем рождения Солнца у него еще не выветрились из головы его языческие представления вы знаете как по-английски воскресенье Санды как вы думаете почему это не просто солнечный денек это день солнца до сих пор у них в названии осталось знаете сколько свидетельств в иностранных языках вот о прошлом языческом у нас то как то я вам скажу что русский язык более духовный у нас воскресенье правильно воскресенье ну или взять Пасха Пасха знаете как по-английски Пасха кто знает кто английский язык знает Истер а знаете что такое Истер это Иштар богиня Иштар богиня Иштар покажите нам ее картиночку или Астарта слышали об Астарте да в Библии много сказано ее называли богиня неба или царица небесная царица небесная и впоследствии культ Марии как царицы небесной это на самом деле культ богини Иштар он проник в церковь ее назвали театокос то есть богородица как будто бы она бога родила мы знаем что она явилась матерью земной природы Иисуса Христа отцом духовной природы он был бог от духа святого она была зачета и вот покажите нам царицу небесную вот то есть этот же образ перекочевал им нужна была богиня ее не было в христианстве в христианстве посмотрите одни мужики на небе да отец сын и дух святой а богиня нету они говорят нам богиня нужна как же без богини ну как без богини и придумали такую интересную историю что Мария была святая непорочно до замужества и во время замужества ты скажешь в Библии же написано братья сестры там ой там целая история это приемные ее дети это не родные надо же божественную сущность как-то ее оправдать и она непорочная что значит непорочная целомудренная святая так и пошла на небо и потом думают вот она богиня бог он строгий такой суровый а она же мать она ведь женщина с ней легче договориться да попросить ее а она уж упросит Иисуса и он просьбу матери не откажется исполнить я вам скажу этого не было в Евангелии это появилось после когда люди востребовали богиню вот богиня и знаешь дальше больше культ святых много богов ведь было каждый бог отвечал один отвечал за войну другой отвечал за путешествие третий отвечал за торговлю четвертый там за деторождение и каждому богу там кланились чтобы чего-то получить а теперь нужны еще боги мало отца сына и святого духа и Марии мало еще надо и появились появился культ святых им тоже стали молиться как богу один святой отвечает за путешественников другой за торговцев третий за деторождение и святые они же были близко к богу здесь при жизни на земле и там они близко к богу тоже мы их попросим они придут богу шепнут походатайствовать за нас а что библия нам говорит ходатай один у нас Иисус Христос посмотрите библия слово божие отодвигается в сторону и возникает то чего там не было и все это становится частью церковной традиции дальше покажите нам следующую картинку видите какие красивые стены это древняя базилика очень древняя в церкви появились изображения но не просто как украшения у нас есть изображение вот у нас есть изображение смотрите так же примерно как там да похоже но дело то в том что люди язычники они привыкли кланяться видимым изображением своих богов на западе больше статуям на востоке больше картинам родина иконы знаете где у меня до скольки время родина иконы кто знает Египет кто-нибудь был в Египте кто был в Египте у нас половина России были в Египте но тут были некоторые я тоже был кто-нибудь видел гробницы египетские или в музее может быть вы были в Эрмитаже видели или фильмы видели картинки вот эти вот Исида Осирис гор вот так нарисованы вот так вот так вот иконы они оттуда родом из Египта любой вам скажет историк и они просто перекочевали на стены христианских церквей и люди как раньше поклонялись вот этим изображением стали поклоняться Христу Святым Марии все что там было нарисовано это все святое все святые и стали им поклоняться на западе статуи там раньше знаете Зевс там какой-нибудь Артемида а теперь Павел Петр другие уже герои но тоже изображенные в виде икон и и извояний а что нам на это Библия говорит у евреев как вы думаете были какие-то изображения они поклонялись Богу Авраама Исаака и Акова а почему у них не было никаких изображений Бог запретил где это написано где в десяти заповедях написано вторая заповедь не сделай себе кумира никакого изображения ни того что на небе вверху ни того что на земле внизу не служи не поклоняйся им я Бог твой вот так я вдруг вспомнил так написано у евреев не было никакого изображения запрещено знаете язычники не верили они думали евреи у них втихаря там что-то есть все-таки в этом храме спрятали и думали что они поклоняются ослиной голове почему не знаю потом про христиан также говорили что христиане на самом деле у них есть язычники говорили про христиан у них есть там ослиная голова они ей поклоняются не было ничего а теперь появилось и вы знаете поначалу руководство лидеры церкви со всем с этим боролись была просто серьезная борьба она на протяжении там нескольких веков велась иконоборчество было кто-то запрещал все это замазывали разрушали потом все это снова появлялось это не так просто вот возникло там без борьбы некоторые христиане говорили это идолопоклонство нельзя этого делать но в конце концов 90 процентов победили и вот на одном из последних соборов точнее на последнем соборе утвердили окончательно поклоняться можно ну не поклоняться там почитать там игра слов поклоняться только Богу а иконы мы почитаем там и так далее и так далее помимо икон появились реликвии покажите нам следующую картинку вот тут ну уже в средневековой традиции изображен Константин и его мать Елена вот эта мать его поехала в Иерусалим искать гроб Господа и как ей кажется нашла может и правда это был сейчас там стоит церковь я там был в этой церкви в Иерусалиме и место где распяли Христа где его похоронили и она ей показалось что она это место нашла и более того нашла даже крест на котором был распят Иисус и она этот крест привезла в Рим и как вы думаете к нему стали относиться как к священному древу и это так понравилось людям ну вы поняли кто эти люди им понравилось это и церкви начали друг с другом соревноваться у кого больше будет священных предметов пошли в дело гвозди которым был прибит Иисус всякие тряпки которых он был завернут всякие даже камешки от пещеры и там пошло поехало мощи святых и тому подобное и знаешь к позднему средневековью я вам скажу в подвалах церквей были склады реликвий склады и у кого реликвия круче та церковь круче и люди целовали их поклонялись перед ними это же там щепка от креста господня один один потом юморист в средние века сказал если собрать все щепки от креста господня можно но и в ковчег построить так их много потом стало ну надо какие-то итоги наверное подводить посмотрите то что казалось христианам победой христианства победы римский император становится христианином то что казалось победой на самом деле очень сильно изменила церковь покажите нас в следующую картинку вот тут изображена триумфальная арка вы знаете что римские императоры в честь своих побед ставили такие арки триумфальные я вам уже одну показывал на прошлом занятии это триумфальная арка константина говорящая о его победе и на самом деле он победил и церковь считала что это победа церкви но мы видим что церковь из живого организма из тела христа благодаря вот этому обращению превращается в государственную структуру в политическую структуру я потом буду на следующих уроках говорить эта структура в которой постоянно после этого велась политическая борьба борьба за власть потому что где власть земная там и борьба за нее это всегда было это сейчас есть это закон земного царства и вот этот закон земного царства он проник в церковь поклонение из свободного и радостного помните мы говорили о домашних церквях о больших собраниях люди собирались пели веселились обедали вместе молились друг за друга слово божие читали это все ушло домашние церкви вообще исчезли потому что появились культовые здания где надо поклоняться и все это было заменено обрядами в основном формальными мертвыми формальными обрядами и уже наверное к шестому веку практически полностью исчезли чудеса церкви помните мы с вами говорили что в ранней церкви было полно чудес постоянно там они происходили некоторые думают что чудеса были даны для того чтобы только начать церковь но в библии нигде об этом не сказано в библии сказано верующие будут совершать следующие вещи те же вещи которые совершал иисус больных исцелять бесов изгонять мертвых воскрешать и все это было в ранней церкви и они это воспринимали как естественное как явление естественное проявление сверхъестественного бога они думали бог действует бог среди нас он действует сверхъестественно чудеса постоянно происходили, но когда церковь стала вот такой, все исчезло. И чудеса происходили очень редко. И были и там преданные Богу люди, и посвящавшие свою жизнь Богу люди, они всегда были. И когда, знаете, появлялся такой человек, который проводил время в молитве, в поисках Бога, в изучении Его слова, и после этого выходил, молился за людей, люди исцелялись, на него смотрели, как на помазанника, как на суперсвятого человека. А когда он умирал, его канонизировали, писали икону и говорили, это чудотворец. То, что любой верующий мог делать, тут могли только чудотворцы это делать. Почему? Ушла сила Божия из церкви. Потому что церковь потеряла чистоту, потеряла Слово Божие. Потому что Слово Божие совершает чудеса. А если его нет, то и ничего нет. Может быть организация, может быть религия, может быть поклонение, но если нет истины, нет ее Бога. И церковь изгонимой, духовно богатой, стала популярной, но духовно бедной. Конечно, еще раз повторю, множество христиан оставалось, которые продолжали Богу поклоняться, продолжали Богу служить. И есть и труды очень интересные, и свидетельства тоже. Но основная масса людей Бога уже не знает. Основная масса людей – это просто религиозная толпа. Впоследствии, конечно, видимость, язычество, вот это поклонение Солнцу и другие вещи, все это ушло, все это как-то в церкви ассимилировалось, осталось. Но душа у них так и осталась языческой. У многих так называемых христиан. И вот эта история, которую я сегодня рассказал, начало раннего Средневековья, или раннее Средневековье, для нас показательно. Потому что, можешь, Аркаша, можешь выйти, и клавиш тоже. Показательно в чем? Это не просто история церкви, как тело Христа, или как там религиозные организации. Нет. Это также история для каждого верующего. Урок и уроком является. Почему? Если у тебя появляется лидер в твоем сердце, который занимает место Бога, Бог уступает. Вы знаете, что сказано, что Бог ревнитель? Он своей позиции не отдает никому. Писание говорит, что Он наш Царь, и именно Он должен сидеть на престоле нашего сердца. И часто христиане, они начинают людям, даже успешным лидерам, доверять больше, чем Богу. Они думают, этот лидер, он сильнее, он умнее, он помазаннее меня, он ведет меня за собой, к Богу. Но, дорогой, каждый из нас лично может общаться с Богом. Нету других посредников, кроме как Иисуса Христа. Между небом и землей. Когда появляется какой-то лидер, который занимает место Бога, Бог уходит. Как Он ушел из церкви, с той ранней средневековой. Он уходит, и остается человеческое правление. Знаешь, сейчас люди радуются иногда. Вот, этот лидер, этот президент, называет себя христианином, «Аллилуйя, ура, перемены грядут в Царстве Божьем». Не обольщайтесь. Он представитель земного царства. Он может быть христианином, он может быть верующим, но нельзя совместить земное царство с небесным. Иисус прямо сказал, «Отдавайте Богу Божию кесарю кесарево». Иисус прямо сказал, «Мое Царство не от этого мира». Да, мы граждане нашего государства. Мы подчиняемся нашим властям. Это угодно Богу. Мы платим налоги. Это угодно Богу. Но мы не смешиваем два царства. Одновременно, являясь гражданами земного царства, мы граждане небесного царства. Земным – земные дела, с небесным – небесные дела. Таким христианином может быть, таким лидером, который за ним претендует на место Христа, может быть не только земной правитель, но может быть какой-то христианский лидер. Я видел таких людей, которые говорят, «Это мой лидер, это мой лидер, это мой лидер, это мой лидер». Я говорю, подожди, подожди, подожди. Прекрасно, что у тебя прекрасный лидер. Не больше ли ты должен говорить о Христе, как о своем лидере? Аминь. Мы же, Иисус, Павел, он, например, говорил, «Кто Павел?» Он один из величайших лидеров христианства. Кто Павел? Кто Аполлос? Мы лишь сослужители вам. Такие же, как вы. Он понимал, кто он такой есть. Он просто человек посланный. Служить. Лидер – тот, который моет ноги, а не тот, который царствует. И другой урок из этого, из этой истории – урок идолопоклонства. Там, где идолы, там нет Бога. Знаете об этом? Нету совместимости храма Божьего с идолами. А теперь вы – храм Божий. Не здание церковное. Слава Богу за церковное здание. Это место, где нам комфортно собираться вместе, собираться церковью. Но вы знаете, идолы, они могут быть не только внешними, в виде статуи, изображений и так далее. Идолом может стать любая вещь, которую ты любишь больше, чем Бога. Библия «Серебролюбие» названа чем? Идолопоклонством. То есть, если ты деньги любишь больше, чем Бога, значит, у тебя есть идол в сердце. Идолом может стать ребенок, муж, жена, работа, увлечение, развлечение. Вы знаете, сейчас многие, в зависимости от развлечений, они не могут дня прожить, чтобы не поиграть в какую-нибудь игру компьютерную. Или там не сходить куда-то, в место какое-то поразвлечься. Они питаются этим, как наркотиком. И это, опять же, идол. Все, что занимает место Бога, является идолом. И поэтому чистота нашего сердца позволит Богу царствовать в нем. Церковь наполнилась всем, чем угодно. Но Бог не почтил это. Всем, чем угодно, чего не написано в Священном Писании. Бог не почтил это. И так же, если мы наполняем свою жизнь теми вещами, которые не угодны Богу, в нашей жизни все меньше и меньше Бога становится. И вот тут вопрос посвящения. Вы знаете, история Церкви, она сделала такой круг на протяжении этого курса. Увидим этот круг. Круг падения, можно сказать, в темноту и мрак, и путь возрождения. Этот круг, надеюсь, что сейчас мы на восходящей, на восходящей находимся. И в нашей жизни тоже так бывает, что бывает, мы допускаем то, что Богу не угодно, но надо сделать усилие и освободить свое сердце от всего, чего Богу не угодно. И ты знаешь, по большей частью, каждый из нас знает, что надо исправить. Аминь. Некоторые думают, какой у меня там тайный грех, где-то он спрятался. С явными давайте разберемся сначала. Не ищите того, чего нет. Некоторые слишком сильно в себе ковыряются. Нет. Но если есть какие-то явные вещи, которые ты знаешь, это Богу не нравится, это Богу не угодно. Не затягивайся с этим, разберись с этим. К тому же Бог на твоей стороне. Он желает освободить от тебя, от всего, что мешает Ему наполнить твою жизнь. Он желает тебя благословить. Он желает тебя наполнить. Он желает тебе явить свои чудеса в твоей жизни. Он все это готов сделать. Но иногда есть вещи, которые мешают. Он не строгий, знаете, надзиратель. Говорит, делайте все по-моему, и топает ножкой, и стучит кулаком. Нет. Он добрый пастырь, добрый отец, благой Бог. Если Он говорит, ребята, это надо убрать. Делает это с любовью. И мы, как мудрые дети, должны слышать этот голос и говорить, Господь, я вижу, это вещь, это вещь, это вещь. Тебе не угодно. У меня, может быть, своих сил нет с этим разобраться. Но есть силы у Тебя. Дай мне. Поддержи меня. Помоги мне пройти. Помоги мне очистить свой дом. Дом молитвы. Помните, как Иисус ревновал, когда наполнили храм торговцы, менялы, продавцы. Он говорит, очистите мой дом, дом молитвы. Бог точно так же сейчас ревнует. Очистите свой дом. Очистите его. Чтобы Божьи чудеса смогли проявиться в вашей жизни. Давайте, Саня, будем молиться. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что в любой истории Ты нам можешь показать что-то важное для нас. И мы видим, Господь, что на протяжении истории церкви были и взлеты, были и падения. И пускай, Господь, эти события послужат нам уроком. Так же, как и библейские события. Послужат нам уроком. Господь, научи нас любить Тебя больше, чем все остальное. Помоги нам, Господь, избавиться от всего, что мешает. Помоги нам, Господь, на Тебя смотреть. Как на первого нашего лидера. Как на верховного священника. Ты наш первый священник, и других нет. Помоги нам друг друга воспринимать, даже помазанных служителей, как соработников своих, как сотрудников своих. Как тех, с кем мы вместе служим Господу. Аллилуйя. Уважать их за посвящение, за служение. Благодарить их. Но, понимать, а у нас одна цель, к Тебе прийти. У Тебя научиться. Тебе посвятить свою жизнь. У нас у всех. Господь, я прошу Тебя сейчас, показывай те вещи, которые не угодны Тебе в нашей жизни. Пускай, Господь, приходит обличение. Обличение с любовью. Ты любишь нас, поэтому желаешь очищать нас и освобождать нас. И прошу, Господь, пускай приходит это освобождение. Дай нам осознать эти вещи и покаяться. И дай нам силы очистить свои сердца, очистить свою жизнь от того, на что Ты указываешь. От того, что нам мешает. От греха. От зависимости. От любых идолов, которые есть в нашем сердце. Господь, пускай приходит очищение, пускай приходит освобождение. Дай нам понять, что нет ничего важнее, чем знать Тебя, любить Тебя и следовать за Тобой. Ничего важнее, Господь. И пускай посвящение приходит в наши сердца, чтобы мы могли свою жизнь целиком и без остатка посвятить Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok